В эфире информационный блок Доброе утро, Таллин. У нас в гостях старейшина Пугиа Таллина, Раймонд Кальюлайт. Здравствуйте, Раймонд. Здравствуйте. Многие пенсионеры и другие жители Пугиа Таллина сейчас беспокоятся насчет налоговой реформы, волнуются, боятся, что что-то потеряют или запутаются в подсчетах. Не слишком ли сложная система? Нет, я так не читаю. Я думаю, что в самом деле, конечно, оппоненты Центрической партии проделали довольно хорошую работу пропаганды последние пару месяцев и очень много говорили про разные нюансы этой реформы, но главная суть же в том, что те люди, у которых низкие доходы или средние доходы, с следующего года будут платить значительно меньше подоходного налога. И это значит рост зарплат большей части населения Эстонии, тех людей, которые получают зарплаты. Это очень важно, потому что в течение последних 25 лет почти у нас не было такого крупной реформы в налоговом сфере, которая именно делала шаг в сторону таких людей. Всегда уменьшали налоги у фирм, у богатых людей и так далее. Делали исключение тем, которые уже живут очень хорошо. Это очень важно, потому что когда у нас были периоды экономического роста, большей части все-таки выиграли от этого те люди, у которых уже были довольно высокие доходы. Когда у нас был экономический кризис, рабочие места, зарплаты потеряли те люди, которые низкие зарплаты. И вот эта реформа, я думаю, очень хороший шаг в правильную сторону. Тем не менее, выявилось достаточно много нюансов. Предвидели ли авторы реформы эти сложности? Я имею в виду в первую очередь работающих пенсионеров, которые далеко не все выиграют, а многие потеряют, инвалидов и так далее. Не следует ли что-то упростить и выявленные несправедливости, может быть, устранить? Неправильно сказать, что многие потеряют это первое, второе. Но не приобретут точность. Пенсионеры уже позаботились и посчитали, сходили в пенсионные департаменты. Нет, все-таки мы, даже если мы говорим про работающие пенсионеры, тогда большая часть из них тоже после света реформы выиграют. Каждый перемен, такой большой перемен в обществе, там есть своя доля непредсказуемости. Просто кажется, до какой-то степени эстонское общество и средства массовой информации тоже отвыкли вообще от реформ, от переменов. Но вспомним, почему менялось правительство год назад. Именно потому, что мы говорили же тогда, что в стране застой, стагнация, никто не принимает большие решения, просто занимаются с такими маленькими нюансами. То, что правительство нынешнее делает все-таки крупные реформы в сфере налоговой политики, пенсионов, здравоохранения и так далее. И, конечно, в связи с этим больше непредсказуемости, но эти реформы все в правильную сторону. В прошлом году Пыгья Таллин запустил благодворительный проект помощи одиноким пенсионерам. Тогда добровольцы-школьники разносили по домам пакеты помощи с хостоварами. Планируется ли в этом году что-то подобное? Абсолютно, да. Мы хотим подобный проект повторить. Тут много нюансов, конечно. Первое, то, что эти люди действительно нуждаются в помощи. И, конечно, то, что эти пакеты, предметы первой необходимости домашние, люди сэкономят за этот счет денег и могут себе позволять что-нибудь такое, может быть, что они иначе бы не могли бы позволять. Но здесь, кроме того, что внутри этих пакетов, в самом деле очень важный момент такой эмоциональный. То, что наша молодежь нашего района идет к этим одиноким пенсионерам, стучит на дверь, скажет им доброе слово, передает вот этот пакет помощи. Я думаю, это даже может быть самый важный аспект. Вы только что вернулись из Нарвы, где агитировали норвитян за то, чтобы они поборолись за титул культурной столицы Европы в 2024 году. У Нарвы действительно есть шанс? У Нарвы есть шанс. И да, я очень благодарен руководству Нарвы за то, что они нашли время со мной встретиться, дали мне возможность выдвинуть свои аргументы в пользу этого проекта. И я должен сказать, что руководители Нарвы очень прагматично и правильно к этому вопросу подходят. Они смотрят на этой стороны, полезно ли это людям, которые живут в данный момент в Нарве, и принимают свои решения ответственно. Я считаю, что с точки зрения региональной политики, с точки зрения отношений между национальностями, и даже до какой-то степени такой государственной большой политики, я думаю, это была бы очень интересная идея, о которой надо так серьезно обдумать, скажем так. Спасибо вам за этот комментарий. А мне остается напомнить, что сегодня у нас в гостях был старейшина Пухья Таллина, Раймонд Кальюлайт.